После чудесной автобиографии, вами рассказанной, остановиться на таких вещах, казалось бы, которые все слышат, все произносят, но до конца, когда, наверное, не понимают. Вот, допустим, трагическое. Вот что для вас трагическое? Есть примеры трагических произведений? Трагическое живет. Это драма, конечно, и это, по-моему, Пятая симфония, которую выделяли как трагическое, как самые трагические произведения ваши. Вот остановиться на тех произведениях, в которых в разных ипостасях трагическое живет. Ну да, тут немножко, когда говорят, что связаны вот Айге, где-то в воспоминаниях, когда у Марины Нестевой говорили о трагизме, он имел в виду не тот трагизм, который, допустим, есть у Шостаковича, связанный с фашизмом, с этими несчастьями социальными. Есть же трагизм, и это тоже, ну, такое, есть трагизм еще другого рода, но связанный, допустим, с ранимостью жизни, с приходящейся красоты. Что с неуловимостью истины, что ее руками не схватишь, что она, как бы, то есть, очень, с конечностью человеческой жизни, какая бы она ни была, как бы там ни обещали, что это, что есть тот мир, и там бы смерть, и там, и так далее, но все равно это, это, если кто, как-то так, я помню, что у меня был опыт такой, связанный вот, когда умерли Аташинский, то мы хоронили его, и я просто помню, что у меня душили слезы, когда уже после этого всего, этого, и я шел, и какая-то, ну, возле кладбища какие-то вся, ну, какие-то люди такие старые, старушки какие-то, ну, видимо, они всегда там где-то, и какая-то старушка подошла ко мне и говорит, чего, чего ты плачешь, ему там доброе, ему там хорошо, и меня это так как-то возмущало, это самое, понимаете, она исходила из, видимо, из религиозных каких-то соображений, но, ну, это легковерие, это, это, я ее не берусь осуждать, она хотела утешить, может быть, но, когда вот так вот, вот так вот говорят, то это как раз ограничит не с верой, а с черствостью, хоть человек, допустим, верит, что там есть, что нет смерти, но, но он не может говорить, что ее нет, и сказать, что ничего страшного, это, это, это не человеческая позиция, это позиция черствого, тупого какого-то, он все равно должен, должен реагировать по-человечески, а не то, что раз это религия говорит, что там смерти нет, то я, я и не буду и плакать, понимаете, это, в этом, понимаете, в этом вот это и есть трагизм какой-то, другого типа, трагизм в музыке заключается вот чем, когда я сочинил такую вещь, называется, называется она кисть музыка, но она сочинилась, сочинялась в период очень тяжелая для меня, как эта реакция была на смерть моего близкого друга, ну, более младшего, это Петр Соловкин, который, которого было, ну, связано с шизофренией, ну, и он выброс из окна под, ну, был приступ, и это, и это вот музыка, как бы, такая вот мелодичная, тихая, мелодичная, это была реакция на это, потому что не, реакция такая, что вот эта вот мелодичность и такая какая-то неуловимая, что вот это есть реакция на эту смерть, а не вот это вот, что ты рыдаешь, именно вот эта бережность и драгоценность красоты, которая, которая может быть разрушена, понимаете, и я тогда помню, говорил, что трагизм заключается в такой тихой музыке, вот в чем, когда, образ такой, когда мы видим лунатика, который идет по краю площади, по краю крыши, и может убиться, так он идет очень нежно и осторожно, а мы смотрим, это и у нас трагическое чувство, его нежность и осторожность связаны с опасностью, а не с нежностью и осторожностью, сентиментальной. Понимаете, получается, что нежность и, 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 это, это есть прямая нежность, ну такая, вот я тебя там, а есть нежность, то, что Монаджи сам сказал, тяжести, нежность, одинаковы ваши приметы. Что-то, ну, человек умирает, что-то, песок остывает нагретый, и вчерашнее солнце на черных носилках несут, ну это Пушкин, Пушкин, то есть, он говорит, тяжесть и нежность одинаковы ваши приметы, видите, это же трагическое. Так что тут вот трагизм заключается, есть как бы прямой, прямой трагизм, трагизм этот, ну, не то что олимпийский, а как бы... Пафосный такой, да? Да не пафосный, а героический, что ли, вот, у Бетховена, например. Трагизм Бетховенский, это другое. А есть, а есть трагизм шубартовский, это другой. Трагизм частного человека. Это когда не я хозяин музыки, а музыка хозяин. Я, то есть, она напоминает, да будет воля твоя, ну, то есть, да будет воля музыки, которая через меня идёт, она меня, по сути, как бы... По сути, в этом смысл часто и романтизма в том понимании. Что такое романтик? Романтик, это, во-первых, это молодое искусство, это, как правило, это молодость. Это не значит, что молодые чувства. Они вышли на такой уровень взаимоотношения с музыкой, что классик знает, чего делать можно, а чего нельзя. И у него есть спасательный клапан, нужно работать-то под каким-то... А тут они вышли в открытое, в открытое, и их творчество катастрофично. Они выгорают, они, как правило, рано умирают, перегорели. Потому что у классиков есть способность, вот, поработал, отдохнул. А тут, понимаете, это другая форма опасности. Потому что романтизм, это не только, это самое, мечтательность, это еще опасность. Это форма бытия такая. Да, форма бытия, которая сгорает от вдохновения. У нее нет спасательных клапанов, которые бы, как бы, это пламя, пламя... И благодаря этому сгоранию прорыв происходит. Прорыв, прорыв, но прорыв этот какой? Что вдруг эти, которые называются романтикой, открыли, что состояние, что не просто есть маски там, классиков, маски всяких чувств, а еще есть подлинные чувства человека, они горят. Они открыли чувственную, сентиментальную сферу человека. Так, значит, открыв эту сферу, они открыли... То, что в человеке всегда было, оно было антично, только оно было, как бы, не открыто. Оно прооткрывалось в виде масок, в виде каких-то сказаний. Вот оно прямую вышло. Так они открыли и новые музыкальные формы тогда? Ну да, нет, не то, что новые, но как бы больше, более непосредственное какое-то взаимоотношение души и музыки. Более прямое, прямой контакт, а не через культуру, через канон там и так далее. А это очень опасная вещь. Их можно было назвать в связи с этим тоже каким-то... Они авангардисты. Вот я же говорю, это тоже своеобразный авангард. Кудизм опять связан с молодым поколением, ну, как и в других этих самых... И кроме того, с одной стороны, в такой популярной музыке, это типичные авангардисты, это битлы. Они же, как бы ни относиться к их музыке, но феномен заключался в том, что подростки не имели своей музыки. Подростки. Им навязывали какие-то другие, вдруг подростки, это же уже люди, это же уже со своими, это же уже не просто какие-то там. И они вдруг обрели вот эту, вот эту, вот эту музыкальную эмблему, вот эту вот, потому оно так распространилось по всему миру, знаете. Ну, с опасностью, потому что там связано было с наркотиками и так далее. Но, тем не менее, это тоже был своеобразный романтизм, но другого типа, подростковый. Вот это чувство справедливости, правды, что эти взрослые врут и так далее, понимаете. Там была очень серьезная, серьезная вещь, но она быстро, быстро как бы обрушилась из-за особенностей этого рынка, этого. Так что романтизм, это все, все, все разговоры. На самом деле, часто говорят, что, что такое классика, классика, классика это укращенный романтизм. Интересно. Что там, в классике есть романтические черты, но они как бы укращены, ну, как бы, это есть у Моцарта, это есть и у Баха даже есть. Так можно сказать, что романтизм трагичен. Ну, он, романтизм, да, трагичен в прямом смысле этого слова. В прямом смысле. В прямом, что именно романтизм, вот когда мне говорят, что я там вот романтик, я говорю, романтики до моего возраста не доживаю. То есть, я скорее могу относиться не к романтику, а к символистному, символистному, связанному с символом, метафорой и так далее. Но романтика это выгорание. Это ты в одном сочнее можешь погибнуть. Все отдать. Понимаете? Но это, ну, дело в том, что это еще вот что, что романтизм скрыл трагичность творческого акта как такового. Что если он, вот это, он забирает все в человеке. Ну, потом можно как бы отлежаться, можно дождаться, как бы, что опять, ну, вот как бы первое ощущение опустошения. И это, кстати, часто художники разные говорили об этом, но особенно романтические. Об этом говорил часто и Рахманинов, и Скрябин особенно. Что вот просто всегда как, что это мое последнее сочинение. Больше я не смогу. Это такое, как бы, я помню, у меня тоже это было в то время. Может быть, это под влиянием, то, что я читал об этом. Но было такое ощущение. Интересно. В то время. Да и позже. Все время какое-то странное ощущение, что творческое состояние, оно тебе даровано, но оно может быть и отнято. Потому что, когда ты вне этого, так ты обучен, ты что-то делаешь, ты приносишь пользу. Ну, кому-то кто-то написал, кто-то попросил, ну, напиши, а ты написал, кому-то кто-то играет, все, ты как бы действуешь. Но это другой тип мотивации. Это мотивация высокого ремесла. Тогда, типа, зубной врач, ему приходят зубы лечить, а не философство этих зубов. А есть другая мотивация творческая, которая вне этого ремесленного обслуживания. Но не нужно гордиться, что ты такой, что на самом деле тот, кто обслуживает, он выполняет очень важную роль в жизни. Ну, да. Но у него нет вот этого, вот этого, что у тебя есть. Но то, что у тебя есть, ты не можешь оградиться, потому что то, что у тебя есть, но может быть отнято. Второе, когда у того не будет отнято, он владеет этим, ну, как сапожник своим, понимаете? Да, 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 я понимаю. Поэт в музыке – это непредсказуемый поэт, который пишет в газетах стихи и обслуживает это, это же не поэт. Это владеющий стихотворной этой самой. А поэт как раз пример, пример настоящего поэта – это абсолютно безнадежный, необязательный человек. Ну, да. Что, значит, это же профессии такой нет. Это только в советское время придумали, что… Литературный институт, да. Литературные курсы. Профессии, что это, что, Пушкин – камер-юнкер, Лермонтов – офицер, этот самый ФЭД – помещик. Какие же там поэты, поэты в музыке тоже есть, как бы, ну, аналоги, как бы, что есть, как бы, специалисты вроде музыкальные, но есть вот такие, как бы, белые каторжники, то есть поэты в музыке. Но не поэты в том смысле, что они поэтичные, а что они занимают эту позицию, что они не профессионалы. То есть профессионализм заключается в смычке дела и их жизни. Вот какова жизнь, вот такой профессионализм, понимаете? Второе, когда… Это очень противоречит основам классики, потому что классик обладает и этим, и тем, но он обладает, но он на твердой почве, он обладает ремеслом, там, и так далее. Но настоящая музыка классическая, она, конечно, затонула и вот это там. Потому что без этого это не было бы классика, которую мы любим, если бы не было вот этого начала. А тут вот так сложилось, что вот эта вот штука как бы обнажилась, и в период авангарда даже была почва, потому что вот те люди, которые не владеют ремеслом и не хотят даже владеть, вдруг они столкнулись с тем, что и не надо. Потому что тут новое поле, ну, как в физике, новое поле, и все начинающие и старые, они одинаковшие, и ничего не понимают, нужно заново что-то делать. И вот эти, вот этот авангардизм попал на эту ситуацию, что когда люди еще не владели вот этой всей машинерии, они попали в эту зону, когда тут начиналось это, и благодаря этому, благодаря этому, это молодое поколение вдруг начало действовать в этом, в этой зоне, в этой зоне, и там возникли какие-то свои правила, и так далее. И потом он даже академизм из этого получился уже, даже это, но, но... Ну, вот авангард, модернизм, это как понимать? Ну, модернизм, модернизм, это недовольство, недовольство, усталость от прежних достижений. Ну, усталость молодого человека, его так, как бы, не то что усталость, а новый свежий взгляд, ему, конечно, говорят, что ты, там, дурак, и так далее, но у него немножко другое, он как бы не может это... И кто-то смиряется и подчиняется этому, а кто-то вдруг прорывается. Так вот с Островинским произошло, допустим. Он же перед этим за три года, это Петрушкин, он был совершенно нормальным таким академическим композитором. Притом без своего лица. Интересно. Как это произошло, совершенно непонятно. За три года, когда вдруг такой взрыв... Вспыхнул. Значит, там получается, что, значит, было, было такое, что, что-то, что-то, какая-то, какое-то недовольство вот этим всем этим самым. Но оно было... Человек же не знал, что это, что это правильно или неправильно. И вдруг оно произошло. Значит, просто, к чему это я веду, что именно романтизм, ну, вот в этом, как бы, понимании, он вскрыл, он вскрыл трагичность творческого акта, как такового, в человеке. Это касается не только музыки, а, смотрите, это Шелли, Китц, это все молодые люди. Байрон. Хоть он там не своей смертью повел, но все же он нарывался. Ну, Лермонтова тоже нарывался. Нарывался. Он не мог, не мог своей смертью кончиться. Хотя он является, но он действительно связан с романтизмом. Пушкин, ну, это вроде классик, но тоже нарывался, потому что он настоящий поэт. А поэт настоящий, он непредсказуем. Хоть романтик он или классик, но если он настоящий. Но творческий акт, творческий акт, он трагичен. Ну, это, по-моему, по-моему, это связано, это библейская тема, по-моему, совершенно. В сотворении мира. Вроде хорошо, но как оно... Ну, вот это то, что я хотел сказать. Владимир Владимирович, если продолжить немножко авангард, модернизм, то есть, получается как, авангард, это ведь как бы всегда по своему названию, по слову, здесь и сейчас. А модернизм, это же уже период, в общем-то. Модернизм, это вот как бы улучшение, то есть, обновление чего-то, модернизм. Авангард, это считается, что как бы, как бы, резко, резко, модернизм резко не поревает. Он как бы что-то, что-то сохраняет, улучшает или искажает, или что-то там обостряет и так далее. Авангард пытается начать с пустого, ну, с пустого места, как бы. И поначалу, поначалу это действует в контексте того, что было это. Но потом оно оказывается в пустоте. При всех своих методах, там же потом гигантское усилие логических, как делать музыку, которая не существует. Метод сочинения музыки, которая, которая, которая не будет существовать все равно. Но метод есть. Как сделать, чтобы, чтобы музыки бегали, и что-то вместе получалось. Ну, оно-то получалось, но, и задействованы очень сильные средства, там, серии, там, и так далее. Нельзя просто бросить, и там очень сильная работа, но когда ты слушаешь, оно вот такое вот. То есть можно было, оно, конечно, чувствуется какая-то строгость, но можно так вот просто сидеть, как, как это, как, ну, возник джаз. Джаз возник как, негры, по слуху, начали подбирать то, что клайк на филармонических концертах. Играют. Да, да. Ну, поскольку у них слух не было, то возник вот этот стиль, вот это, что-то, вот это, вот это, вот что-то, что-то так чуть-чуть, так, да-то. И возникло вот это вот свободное такое, вот такое, как бы, как бы, правильно-неправильное, что-то такое, вот именно, музыцирование такое. И вдруг это оказалось целым стилем, понимаете, значит, значит, получается, что, как бы, некий недостаток образования, плюс любовь к этому, этому дало, породило, породило новый стиль. Ну, случайно, если бы не было этих негров, этих самых, ну, не вывезли бы их из этого, из работы, не было бы никакого джаза. Они бы там все под барабаны лупили где-то, как и сейчас. Они же столкнулись с утонченной европейской культурой, с гармониями, ну, на слух свой, как они могли понимать это. Ну, а потом уже включились и европейцы, и так далее. Но я к чему это веду, что вот эти все понятия, авангард, это все удобное для музыковедов этих, а на самом деле, ну, да, на самом деле, все решает, решает, решает живое, живое музыцирование. Конечно, конечно, если я, если мне говорят, что у меня авангардное произведение, то это меня не удовлетворяет. Мне бы хотелось, чтобы оно все равно было живым, а не просто, оно мертвое, но авангардное, чтобы оно было, чтобы оно ничем не отличалось от классической музыки в том смысле, что оно не придумано, оно что родилось, как некое живое существо, пусть под другим принципом, но тем не менее. А не просто было подчинено доказательству, что вот лопату я придумал, и я эту лопату ничего не выкапываю, а я ее как бы демонстрирую. Вот лопата есть, так ты же выкопаешь что-нибудь, а копать нечего. Копают, а там ничего нет, понимаете? То есть лопат это метод. Но им нужно что-то выкопать, добыть. И теперь, разве кто-то говорит о методе, там, Бетховена или методе Баха. У Баха есть метод, ну вот, в полифоне, но это широкое. Это, там даже не поворачивается, нет, стиль есть, стиль Баха, но метод, метод это то, чему можно обучить. Вот, конечно. Чтоб ты инструмент был, но этим инструментом надо что-то добыть. Вот это то, что добыть, это и есть, это и есть всегда новизна. Только новизна будет, там, в 18 веке такая-то, в 19-м такая-то, но ты все равно добываешь то, что оно живое, что оно не придумано, что оно было, но оно было неопознано в том веке. А сейчас оно, ситуация так изменилась, что оно опять ждет, ждет того, что дождалось в 18 веке. И в этом смысле, получается, нет измов, есть непрерывная жизнь живой музыки. Тут получается, что несмотря на обновление, которое имеется в искусстве, и радикальное, все равно какое-то странное ощущение, что есть еще другая линия поверх барьеров, то, что называется, она идет. Ну, она связана с, просто элементарно, с тем, что мы наблюдаем в биологии, в биологии. Все равно, если сын похож на отца, то это же не значит, что сын устарел. А наоборот. А если он не похож, а отец был нормальный, а тут какой-то с рогами и копытами, так это что, а вангард тогда? А нужно сильно не похоже. То есть, вот это похожесть и непохожесть, это тоже первичные такие вещи, которые удаляют, ну, в начале только немножко. На самом деле, то, что сказал Поль Валери в одном из своих афоризмов, то, что ни на что не похоже, не существует. И получается, не потому что там есть традиции и так далее, потому что иногда традиция тоже мертвит. А есть просто вещи, которые связаны с жизнью. Вот, например, жизнь связана с биополярностью, мужское, женское, вдох-выдох. А теперь представьте себе, авангард это будет так вот. Вдох и выдох надоело, это уже надоело. Давайте будем только вдыхать, а выдыхать это уже устарело. Ну, что из этого получится? Понимаете, когда есть вдох и выдох, это есть основа жизни и музыки. Там есть такие, и это не называется традицией, это есть основа существования этого вида. Когда ты что-то играешь и что-то поешь, оно начинается, завершается. Оно доставляет тебе какое-то умертворение, удовольствие от этого, что... Валентин Васильевич, а вот... Потом, потом, музыка связана с языком. Нельзя же представить себе, и были такие попытки, что поэты уже так разочаровали, что уже слова чадят, там, уже слова инерционные, так только буквами. Была буквенная поэзия, поиграли, там, или, там, щир-бол-щир, там, ну, за заговорами. Все равно вернулись к языку. Но язык, язык, любой язык, он обладает определенным словарем, так? По окраинам этого языка существуют новые слова, там, устаревшие и так далее. Основной свод языка не подвергается такому же обновлению, чудовищному. Мы сейчас разговариваем на устаревшем языке Пушкина и Лермонтова, или Тютчева. Устаревший, да, с точки зрения. На самом деле, это... Вот я скажу, вот там, чипсы, так у... Вот у Тютчева этого не было. Ну, разве это... Это и есть такое слово, ему не нужно было, и нам сейчас не нужно. Значит, получается, и в музыке такое есть. Вот этот свод, который обрела музыка XIX века, это есть... Вот этот словарь, туда вошли и фонемы, и баховские эти. Ну, вот в XIX веке музыка была, против которого модернизм боролся, и авангард. Но она обрела вот эту форму общности. В XVIII веке тоже было метом язык во всех дворах, во всех этих столицах, и игралась музыка такая итальянская такая, ну, псевдом, как бы, Моцарт, Скарлатти, вот такое. Но это было придворное, поскольку это придворное было. То при дворе... Вот это был универсальный стиль. А в XIX веке универсальный стиль был связан уже не с придворным, а с концертными залами. И вот этот универсальный стиль, он продолжается. Основа языка, это вот это вот XIX век, основа языка. Эти все фонемы. Но как они сочетаются, то уже другое в этом. И это основа. А бороться против них, это все равно, что опять превратиться, что я прохожу и хочу там что-то на базаре купить, я говорю только буквы. Бл-бл-бл, а мне не понимают. А это непонимание... В авангарде считается, что ты ничего не понимаешь в авангарде. Но если авангард не рассчитан на коммуникацию, а рассчитан скорее в лучшем смысле на какой-то музыкальный объект, которым мы любуемся, как камнем и так далее. Но это же не та музыка. Это не музыка, как потребность человека. Это любое явление можно превратить в созерцание. Можно даже в созерцание превратить в мусорник. И там есть что-то созерцать. Но это не значит, что это Рембрандт. Понимаете? Но как отдельное можно. Так поэтому у авангард часто вот эти все вещи, которые достигнуты, они в лучшем случае, в лучшем случае, они являются как бы объектами, которые, посмотришь, как вот все это звучит. Но ты не входишь в контакт с ним. Ты просто как бы наблюдаешь это с мухом. Но музыка, это качество... Но это не та музыка, которой человек дорожит. Этой музыке, что вот это вот авангард, оказалось ее навалами без авангарда. Выйти на улицу и слушать так, как Кэтч говорил. Слушайте это как музыку. А не надо нам на Страдиваре это все играть. Вы слышите шум города, шум этого самого моря, птица где-то. Это все оркестр. И это, кстати, древняя идея еще. Даосская музыка. Это ущелье, когда ветер проходит. Это древнее. То есть мир звучит как музыка, но это не человеческая музыка. Это музыка мира. И нечего ее играть. Человеческая музыка добыта из этого. Из этого мира добыта то, что человеку нужно, из которого человек не может жить. Из песни, там, из этого. А с этим он и так окружен этим. И если только ты повернешь сознание, тебе не нужно слушать это, чтобы симфонические оркестры себе наигрывали. Вот эти процессы, понимаете? Но в этом смысле авангард сделал какой-то вклад, может быть, для того, чтобы люди с сознанием освободились, то, что это вот музыка, а это не музыка. Это тоже музыка. Но это музыка другого типа. И она не требует записи нотные. Потому что она забывается. Там нет такого, что незабываемого. А если даже не забывается, то сейчас есть средства уловить, за счет того, поставил микрофон и уловил, как там шумит это все. Владимир Владимирович, вот если взять Прокофьева, которого вы давно любите, вот как его, к авангарду, к модернизму, к чему его подсоединить? То есть вот с вашей точки зрения, потому что с моей точки зрения, ну, как бы, человека, непрофессионального музыканта, это какое-то явление, прецедент, который демонстрирует именно непрерывность музыки самой. Непрерывность музыки. В том смысле, в котором вы говорили. В ней измов всяких. Или как? Нет, ну все равно измы были, были, но просто там... Нет, были это... Ну, понимаете, оригинальность. Ну, оригинальность всегда свежа. Ну, допустим, даже Рахманина считается, что устаревший. Ну, он устаревший, почему? Он до сих пор живой. Там нет буквального там нарушения, там это, там все законно гармонии. Но там есть оригинальность, какой-то поворот, какой-то... И оказывается, оно-то устарело, но оригинальность это, что оно-то устарело, но оно всегда живое. Хоть ты лопни. Оно живое, хоть даже тебе неприятно это. Потому что оно, ну, оригинально ножевое, понимаете, оно живое в этом регистре. В этом регистре иначе... Значит, Прокопий все равно, он связан с модернизмом, связан... Ну, там какое-то странное ощущение, что он из вундеркинда вроде как бы, и какая-то вот подростковость его в сочетании уже с развитием таким, она дала вот это ощущение, ощущение... естественности звукового сочинительства. Он же, по сути, он же сочинял бы всяких вот этих вот, что там невозможно, там... Ну, конечно. В этом же... Ну, как Моцарт. Ну, вот, нельзя сказать, что он просто так слышал, он просто вот... Ему так было дано. Да, слышал, но, конечно, у него модернизмские есть эти вещи, он застал это, но он как бы... Ну, не обучался же этим приемам, правильно? Нет, не обучался, он же даже сам, сам даже... Мне кажется, что вот этот модернизм, это есть такая ситуация, когда нарушение непридуманное, естественное нарушение, но данная система, допустим, тональная, которая не принята была, это были ошибки. Ошибка. Но в этих ошибках, часто в ошибках, кроется, ну, неожиданность и эвристичность. Ну, не просто ошибка, а какая-то ошибка, которая вдруг... И вот я это заметил еще по своему поплыванию в школу, в детской... Ну, когда там... С азиатским... Преподавали в школе. Преподавали. Когда приходит ученик, и вот я ему задал там что-то Баха, допустим. И он, конечно, играет, а я же уже был, я уже знал и Стравинского там, и Шонбрага. И вот ученик играет Баха. Ну, ошибается. И фальшь. И я вдруг слышал, Стравинский. Как интересно. Ну, он-то ошибается, но я сразу улавлю, что это ошибка, которая можно было бы играть и из него сделать... Ну, как бы не просто, что это ошибка, как бы брать. А когда делают ошибку в Шопене, или там в этом... Я смотрю, Шонбраг. Интересно. Понимаете? Значит, нарушения, которые морщились, морщились как ошибка, но когда это начало нарастать, эти ошибки, и когда вдруг мы посмотрели, что ошибка сильнее, выразительнее, чем правило, ну, в каких-то случаях, то это стало основой модернистского проекта вот этого. Когда люди почувствовали, что в этих нарушениях больше жизни, чем когда это самое. Ну, вот. Но оно чревато потом и своими. Когда ты слишком, это так уже... уже и получается... Ну, в общем, вот такой ответ. Но авангард, там уже не до ошибок. Там просто... Сметает всё. Просто отодвигается это всё и начинается с этого. Ну, это быстро... Это если не кончается, то кончается печально очень. Вот пример Штагаузен. Гениальный человек. Совершенно масса идей. Музыка невозможна слушать. На одном аккорде шпарит. Что-то... Что-то мне... Но в своё время он очень действовал. Действовал. Ну, такие оперы бесконечные. Какое-то ощущение полной безнадёги. Ну, всё основано на каких-то принципах. Там у него есть формульная композиция. Но когда на слух, слушай, ну, какая-то... Ну, не распечатывается. Ну, может быть, подаётся анализу. Ну, да. Но это же не есть восприятие. Владимир Владимирович, а, наконец, постмодернизм. Постмодернизм, это постмодернизм. Это 19 век, это постмодернизм 18 века. То есть, это всё... Дело в том, что в постмодернизме у основателей есть какие-то свои эти самые... Что всё возможно, что нет обязательности. Но это... Но это... Это остатки... Потому что это постмодернизм, это... Это термин очень расплывчатый. Но в этом термине есть какие-то философы, которые и чётко определяют это. Но есть просто, что после чего-то что-то наступает другое. Ну, да, понятно. И вот туда попадают и такие, и такие, и такие. Вот. На самом деле, мне кажется, что что и постмодернизм и в отрицательном и положительном смысле это всё сигналы сигналы на рождение опять нового универсального языка музыки, который уже раз существовал в 19 веке, может быть, раз существовал в каком-то смысле в эпоху Баха, там, Шутца и так далее, ну, в ту эпоху, в которой музыка опиралась на религиозные фонемы, и там был, и там во всей Европе писали, ну, в приблизительно в таком же стиле, там, ну, был как бы свой язык, который, как это называлось первая практика, вторая практика это Монтеверди, первая практика это, 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 еще, это там тоже было понятие новой музыки, вторая практика, это опора на декламацию, мелодию, в то время, как там была опора на полифонию, ну, перед этим, первая практика, вторая, там тоже были эти все вещи, все время музыка стремится, несмотря на все, она стремится к какому-то универсализму европейская, насколько она возникла как письменность, европейская музыка, но сейчас обострилась еще это, благодаря интернету, благодаря гигантскому существованию одновременно всей культуры музыкальной, которая приподнята прямо сейчас, ну, доступна сознанию в живом, то есть мы, мы находимся в ситуации универсального стиля, мне кажется. Универсальный стиль. Об этом светит это. Универсальный стиль заключается, мне кажется, в том, что все существует, не то, что все дозволено, а все существует в своей иерархии. И авангард имеет тоже свою иерархию, но он не может претеновать на центральную позицию. но где-то сбоку он может быть, потому что если он будет отсутствовать, то вот не будет универсализма, чего-то не будет не хватать, понимаете? А вот в этом универсальном стиле вы не чувствуете как бы биение сердца универсального стиля вот ваших богателей. Вот это, что я сыграл даже перед этим универсальным стилем, но в чем заключается его универсализм? На поверхности это простая музыка, но она отличается от такой же музыки, как также вроде звучащий, так вот понятно, там 19 века, вот этой паузой, остановками, то есть вниманием к пустоте, что не заполнены факторы, и вот вот эти вот качества дают оттенок, что это остатки этих всех революций, авангарда, там это, но оно, но оно, но оно уже в снятом виде, вот эта остановка, это вот это чуть-чуть, которого раньше не было, была как раз тенденция выровня, чтобы была все, одина, игра, а тут музыка движется не таким вот, вот ему таким, знаете, как как езда, она как бы движется, скрюление пространства, это нужно услышать, и тут в этом минимальном регистре оно дается, почему, почему я верю, потому что мой слух натренированный, и он, и он реагирует на вот эти вещи, потому что я имел опыт, и того, и того, и я чувствую, что если вот я не какая-то пауза нет, значит, что-то не хватает, но это другой, это, я говорю, пример, пример универсального селяна простейшей модели, а тут очень важно, что универсальное селе, это не значит, что вдруг какие-то гигантские композиции возникают, да, раз, универсальное, это все вот именно такое, а именно универсальное стиль заключается в том, что даже в мелком этом он такой же, как и в гигантском, вот универсальный стиль Бака заключается в том, что Баковские страсти, это, ну, вроде бы, всем признано, что универсальные, а они ничем не отличаются от инвенции, которые ничем, какая-то инвенция, она вполне могла бы быть в страстях, а она всего-навсего была предназначена для обучения начинающих музыкантов. Стиль универсальный присутствовал в данности этого вещи, это не было придумано, что то, раз это религиозно, так там универсальность, а раз это это упражнение для фортепиана, так тут уже универсальность нет, и там, и там универсальность есть, вот это очень важно, и поэтому для универсального стиля, если это правда, как раз моделью, начинать нужно с простейших вещей, потому что когда сложно, там есть опасность величия, удвоение, раз универсальный, то и универсальный замысел, знаете, глобальный, доминировать начинает, это удвоение, удвоение, это как раз соблазн количеством, а не качеством, а вот как раз когда маленькие вещи это присутствует, тогда есть надежда, что и большое оно будет присутствовать, без этого надувания, знаете, из этих бицепсов, намерения, бицепсов намерений, быть универсальным, этот самый Чайковский универсальный и в шестой симфонии, и в такой же универсальный и в этой самой баркароле, тарада 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 такой же не сами как и в симфонии он находится универсальном в языке 19 века они просто то чисто его язык туда попадаете шуман и бахич и и этот мендельсон там и и и ру и русская что-то там для длинки но это но это универсальный язык поэтому чайковский этап это пример универсального языка 19 века что он не просто это индивидуальный язык это вот он универсальный в этом свой как язык хотя он там имеет свой облик то сентиментальность его его сердечность там но другие качества его мелодический дар феноменальный но этот мелодический дар что же связано с универсальностью тех слов на которых он основан если бы не было тех слов то этот мелодий не проявился бы эти секвенции эти эти которые знаете вот тут это вот даже мне кажется что что поскольку 6 как-то продолжается то то как сказал этот самый сходится этим заквали закончили этот виденский александр виденский но это гениальный поэт кстати между прочим мало кто это к но своего такого стиля вот этого связано с абориотом вот у него есть фраза знаменитая уважай бедность языка язык и человеческий он ограничен он не бы вот безграничен как раз язык вот именно там этих собак и там бесконечное количество от этих вот этих так что язык он же имеет конкретные эти слова и нечего там выдумывать новые он 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 ограничен язык ограничен в этой ограниченности дана сила бесконечная сила взаимоотношение а если ты борешься против ограничен языка так вот это и есть авангард язык надоел он бедный надо его обогатить вот начали обогачать окончилось тем что все равно вернулись к этому уважаю бедность языка это очень хорошая фраза такая уважаю потому что потому что язык не это еще скрытое послание они прямое в этой бедности языка есть богатство скрытого когда язык даже даже это слишком битьеватый то он как раз бедный в худшем смысле когда вот именно болтовня со всякими тропами знаете ускорно украшениями вот это вот и на прощание вам да спасибо сыграю еще одно ну вот у дед не мешает и чест закрыть воркни чест Почешь? Субтитры подогнал «Симон» 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 Она её не слышит, той красоты. Значит, она реагирует, может быть, и это небольшая похвала, может быть, для меня. Может, она реагирует не на вот это, что я хотел, а на внешнюю красоту. Что это тихо и нежно я играю. Но я же говорю, тихо и нежно, но в этой есть трагичность. Конечно. А если ты только чувствуешь, что это нежно, это ты как бы реагируешь на внешнюю, и это тоже ничего плохого в этом нет. Вот, ну, когда на улице тепло и солнце светит, так я же не буду говорить, что это не главная нежность. Мне хорошо, как биологическому. Но в произведениях вот такого типа есть ещё другое понимание, кроме этого. Но это, вот эта нежность, это есть условие для проявления того понимания. Потому что если условие убрать, то понимания уже не будет. Но это условие, как чистая вода в аквариуме. Кто-то реагирует, что вода чистая, это очень приятно. Но там же ещё есть существа какие-то. Но благодаря чистой воде ты их видишь. И вот эта вот прозращесть этого, ты видишь вот эти невидимые структуры, эти пропорции, которые бы из этого не были бы проявлены. Без этой. Без этих, допустим, если есть, если есть это... Вот так вот, если вот... Вот так вот. Вот так вот. Вот из этих остановок, этих... Их кровь, вот смотрите. Ну, тут есть вот эти лепестки, они построены, они построены немножко от избегания. Вроде бы вот это нормально. Вот так было бы правильно. А тут маленькое, скажи. Видите? А было бы правильно. Вот это маленькое изменение, оно делает это. Придает какой-то вкус, глубину, чуть-чуть. Чуть-чуть, но это... Но оно не навязчиво. Оно существует в возможностях этих. Но оно как бы... Как бы прозевывается в этой инерционности. А тут как бы энерг... Благодаря инерционности этому делу, оно как раз и возможно. Если бы не было инерционности, так вообще никакого внимания. А тут вот инерция идёт, и вдруг в этой инерции раз, и маленькое изменение. Но не то изменение, которое делалось в модернизме. Оно подчёркивалось. Вот ты смотри, я вот тут нарушаю. А тут нарушение минимальное. Ну, в рамках этого модуса. И поэтому, получается, сознание привыкло к контрастам этим и утратило чуткость к видоизменению музыкальной. Например, дожили до того, что уже некоторые музыкальные люди не ощущают разницы между мажорной и минорной терцией. Понимаете, это уже катастрофа. Для них это почти одно и то же. На самом деле, это невероятный скачок, который утрачен благодаря тому, что эти мажорные и минорные терцией-то часто вместе играли, допустим. Или там. Вот он модернизм. То есть мажор и минор вместе. Какая мне разница. Началось утрачиваться. Ну вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо.